Нина Владимировна Гордеева родилась в 1931 году в Ленинграде в семье рабочих. Всё, как у большинства детей. Сначала детский сад, затем школа. В 1941 году началась война, а в сентябре родной город Нины оказался в кольце блокады. Беззаботное детство 10-летнего ребёнка закончилось в одночасье. Для большинства жителей осаждённого города настали тяжёлые времена. Голод и холод царил повсюду. Спустя 73 года, говорит Нина Владимировна, душевные раны так и не зажили. Перелистывая семейный альбом со слезами на глазах, женщина вспоминает все тяготы военного детства. Мы всё больше спали, одетые под одеялами, потому что было холодно, света не было. А что это кусочек хлеба маленький, 125 грамм? У мамы никаких запасов не было, так чтобы там где-то крупы стояли, или картошка, или что. Ничего не было. Почти три года фашисты намертво держали оккупацию города. В блокадном Ленинграде погибли более миллиона мирных жителей. Среди них и родители маленькой девочки Нины. Причина большинства смертей одна. Только голод. У меня папа варил, столярный клей ел. Я у него смерть принимала, он у меня на руках умирал, кровь у него изо рта шла. Мама тоже тяжело умирала. У неё пролежни были. Приходили люди, соседи, меняли ей простыни. Нине чудом удалось спастись в числе тех, кто по дороге жизни был эвакуирован из осаждённого фашистами города. Оказавшись в станице Лобинской Краснодарского края, девочка начала жизнь из чистого листа. Она оказалась в приёмной семье. Новые родители работали в местной больнице. Война закончилась. Семья девочки переехала жить в Сочи. Здесь уже взрослая Нина вышла замуж, родила детей. После работала в детском садике, а затем в одной из страховых компаний. Сегодня Нину Владимировну окружают самые родные и близкие люди. У неё четыре внучки и два правнука. Для Нины Владимировны, как и других жителей города на Неве, 27 января – радостный праздник. Большого горя. 73 года назад советские войска прорвали вражеское кольцо и освободили город от фашистов. На территории Сочи сегодня проживают 98 свидетелей той страшной войны. Сегодня многие из них собрались в одном из залов музея истории города-курорта. Аплодисменты, цветы и самые искренние пожелания в адрес тех, кто пережил все тяготы жизни в блокадном Ленинграде. Сейчас перед ветеранами стоит новая задача – помогать воспитывать юное поколение патриотов Родины. Я не раз говорил о том, что пришло время взять в руки военно-патриотическое воспитание встречу с нашими детьми, с нашей молодёжью, именно детям войны уже. И такая организация в городе должна появиться в ближайшее время. Приглашённые на праздник блокадники получили благодарственные письма главы города. Среди них и Александра Юшина. На протяжении трёх лет она руководит общественной организацией блокадников Ленинграда. В адрес детей войны – самые искренние пожелания. Здоровье, терпение и жизнь. Любить жизнь. Побеждать все свои болячки, потому что у нас их вагон и тележка. Победить их. Сегодня жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Сочи, не сидят без дела. Они принимают участие во многих городских мероприятиях. Есть и традиция встречаться каждый год 27 января и вспоминать то, что пришлось пережить в блокадном Ленинграде. И строить планы на будущее. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова